Чиновники Лукашенковской вертикали не хочут слухать громадянам. На дворот, примушают молчать. Милициянты затримливают активистов и организаторов протестов с упрость декретом номер 3. Затримливают и журналистов, что осветляют подеи. Просто у живым эфиры. Некольки наших коллегов у темлику журналистка Белсату Катерина Андреева по куль застаются у камерах. Ирина Дорофийчук, Расповеде подробязности. Протягиваются акции протеста супред декрету об социальному триманстве, протягиваются и затриманни. После вчерашней акции в Пинску зникли при нам все три особи. Про это поведомый блогер Максим Филиппович, якого от затриманни уратовали Минаки. Я вас прошу разобраться, что с тремя людьми, которых забрали непонятно тоже куда, в УВД, РУВД там, куда. Поддержите, найдите их, потому что неизвестно, что с ними делают, где они находятся. По первой информации, им даже документы забрали, изъяли документы, не отдавали им паспорта. Активных удельников до организаторов протестов затримали сегодня в разных городах Беларуси. Шарах громадских активистов заблоковали во уласных кватерах. Активистку профсоюзу РЭП в Бабруйску Галину Смирнову милициянты литерально вынесли с подъезду перед початком угорода акции. Ей протримали по сторонку больше за 6 годинов без воды и ежи. Я отказалась вообще вести какой-то разговор, отвечать на их вопросы. Вопросы все равно были заданы. На что я отвечала один ответ, что отвечать не буду, в связи с тем, что я считаю, что это применена пытка. После таких брутальных задержаний мне не дают ни воды, ни поесть, ни попить. И требовала перенесения административного процесса на следующий день. Ну, короче, вот добилась своего. Складание протоколу перенесли на 15-го соковика. Принамсе четыре бабруйские активисты маршу Нидермаедов, затриманные у ночи на субботу, застаются у милиции. У бирості перед спонтанными протестами забрали блогера у Дмитрия Горбунова и Сергея Пятрухина, а у Кубриня – Олеся Меха и Василя Андроюка, якие кировались у областный центр для удела у акции. Зранку пройшли ператрусы у аршанских активистов. Затримали Виктора Андреева, Абранага для перамова узгородскими уладами, Виктора Мехасева и Игоря Гришанова. После митинга у Ворши затримливали демонстрантов, что разыходилися по одним. Су старшинью белорусской християнской демократы Паула Севярынца, який так само удельничав у аршанской акции, спынили уже на выезде с городу. Затримливаюць Паула Севярынца, а тим можем мы долучиться до этой кампании судовной. Разом с Паулом Севярынцем затримали журналиста у Белсату. Оператора Александра Борозенко покарали штрафом 23 рубли за то, что его на автомобиль стоял на проездной части. А Катярыну Андрееву тримают у аршанским раусе, милициянты погрожают посадить ее на 15 сотня. Инакш, скончилось затримание команды журналистов, что ехали двумя автомобилями на акции у Рогачоу. Да и подъезд до города перакрыла в совезе с небыты необходностью провести эксперимент на месте дорожно-транспортного здарения. Первая машина проверяет на фактмахчимого угона, другую машину, то есть не которая пошкоджена напереде. И вот проверка этих пошкодженев зараз вельми затягнулась. Видовочно, супрацовники Державной аутоинспекции мают для этого потребу. У активных перемолок со своим начальством, обо два зих протягивают размовлять и распытывают, что же с нами робить. У вынику протрымавшую Амальгадзину журналистам дали дорогу. Отпустили некольких годинов протрымавши у Руси Витебского района и мясцовых журналистов, что кировалися у Воршу, Сергея Русецкого и Владимира Лунева, які супрацовничают с нашим каналом. Да и затримала, небы так абсправдить машину, у базе скраденных автомобилей. Так само отпустили, протрымавши до конца митингу, журналистов, что приехали осветлять падеи у Ворши. Сергея Гудзіліна, Адарью Груштин, Татьяну Матвеєву, Сержука Серабро. Паводля опошніх звездок Катерину Андреєву будут тримать у камеры до судового поседжання. Коли оно отбудеться, пакуль невядома. Як невядома, и просуды над іншими затриманными у совязи с акциями недармаедов. Живее, Марусь! Ирина Дорофейчук, Белсад.